Всем привет, с вами Филипп, и давайте просмотрим игрушку Dark, которая вышла недавно. У вас точка по мне прохожден, придется записываться, но я еще не играл в нее. Это игра про вампиров. Только что мы тут будем делать? Все началось в темноте. Я очнулся в мире полном боли. Она пульсировала в голове и била по вискам. Вдруг я увидел приближающееся пятно белого света. Внутри пятна была человеческая фигура, ангел. Сияющий свет излучал покой. Эрик. Ангел заговорил со мной. Эрик, пора. Че пора? Ангел исчез, и стук в висках усилился, ускорился. Ко мне постепенно возвращало зрение. Звуки становились ритмичней. Музыка. Мрак уступал место смутным очертаниям окружающего мира. Я постарался сориентироваться. Повсюду были люди, их тела извивались, двигаясь в такт ритму музыки. Меня мутило, но теперь я хотя бы мог двигаться. Нужно было сунуть голову под кран. Это должно помочь. Значок покажут, куда вам надо идти. Так. Воу, как мою мышку дергает. Ну ладно, вот так вот потише сделаем. Плюс еще стучит в мозгах. Так. Че я хотел, тут что-то... Мыши. Так, а где тут настройки мыши, клавиатуры? Вот вот так, походу, чувствительность. Так, поход не сохранялся. Сохранялся? Да. Да, сохранялся вот так вот. Ну, хоть так-нибудь. Так. Играем мы за вампира. Ему что-то плохо у нас. Миссия. Я не держался на ногах. Горло подступило тошнота. Пойти помыть лицо, чтобы... Собро пожаловать и двигаться дальше. Походу, напился, вот его и тошнит. Так. Эта игра сделана в виде комиксов. Че балуемся? Так. Будем мы тут все пока осматривать. Ну, не так уж прям... Графон лучше, но могли бы сделать бы и получше. Ну, и не комиксы бы. А что-нибудь так другое. Походу, женские. Это мужское. Так. Конечно, что в мужское идем? С кого мы играем? Давай, под крану. Че? Твою мать! Я себя не вижу, да? В зеркале не вижу себя, вот твою мать. Эрик Бэйн. Имя ударило в голову, словно пуля. Это было мое имя. Другие воспоминания. Ничего. Тьма в голове скрывала все остальное. Чувак, очнись. О. Все. Ангел пропал, а вместе с ним боль. Это хорошо, но... Пора бы выяснить, кто я такой. И что я здесь делаю. Не исключено, что вышибала видел, как я вошел. Может, он прольет свет на эту загадку. Иди прочь. Не на людях же. Да вообще. Себе говори, это не на людях. Так, нам сюда. Ух ты ж. Я просто тап нажал, чтобы посмотреть что-то. А тут, походу, умение. Так, мне эта уже игра нравится. Как Deus Ex там. Привет. Хеллоу. Что вам нужно? Я хотел спросить... Здоровинечка. Я не мог вымолвить ни слова. Приведи его оружие, в голову полезли воспоминания. Это что, твою мать? Такое. Эй, приятель. Ты в порядке? Да, да. Порядок. Я в норме. Я пришел в клуб один или с кем-то. Понятия не имею. Я только что заступил на смену. До того за дверью приглядывал мой начальник. Где его найти? Да здесь где-нибудь. Проси в баре, где Том. Воспоминание казалось очень реалистичным. Даже если я и не все понимал. Это было предупреждение. Я вернулся в клуб, чтобы найти главу службы безопасности. Может быть, он мне поможет. Так. Идем расспрашивать, где Том. Привет. Привет. Мне бы... Найди Том. Кровавую Мэри. Фирменную. А кто сказал, что я хочу кровавую Мэри? Поверь, я точно знаю, что тебе нужно. Не знаешь, где Том? Том? Конечно, не знаю, где он. Иди вверх по лестнице. Вон там. Удачи. Спасибо. Пока. Ага. Еще увидимся. Странная... Жень. Напиток был мерзок на вкус и оставлял странное послевкусие. Но мое тело было иного мнения. И тихо наслаждение развелось внутри. Так, идем наверх, как нам сказали. Там может быть... Да ты гонишь, он с другой стороны. Это не смешно. Так, Том. Ты где? Вот он, Том. Эй, ты как? Мы раньше встречались? Лично нет, но разве не все мы близки друг к другу? Да, мы же почти как одна большая семья. Я понятия не имею о чем-то. Черт, чувак. Ты что, и в самом деле не понимаешь? Моя память... Все как в тумане. Ха-ха, ну как скажешь. Я-то знаю, что ты ищешь. Слушай, приятель, мы можем тебе помочь. В смысле, я знаю, кто может. Иди за мной, я отведу тебя к ней. Уверен, она тебе поможет. Ее зовут Роза. И она знает обо всем этом больше, чем все мы тут. Так как тут пешком ходить? Не буду же я вот так понемножку нажимать на таб, чтобы идти к нему-то. Давай быстрей. Тебе очень повезло, что ты встретил меня. С большинством из нас лучше не пересекайся. Зажигаем. Они бы тебе просто оторвали голову. Или чего похуже. Танцевать. Отвянь, я танцую. Тыц-тар-а-рац... Ладно, пошли. Круто, тут танцевать можно, а с тобой можно? Ну как хочешь. Ты где? А вон он. Вообще как. О, использовать. О, мило. Да вообще... Милее не бывает. А вот. Привет, ты кто? Дай мне свою броньку. Да мне как-то пофиг, я вампир, ты понял? Мне как-то пофиг. Я регенируюсь, и все. Как Дэдпул. Видит тоже комиксы. Может, это тоже такой же создатель, я не смотрел. Стоит, не говори, что это опять эта девушка. Да, это она... Вижу, ты привел гостя. Рада видеть тебя снова. Понравился коктейль? Нихуя. Этот парень вообще не сечет, что происходит. Ничегошеньки не помнит. И он здесь один? Похоже на то. Эй, я вообще-то тоже тут. Может, скажете, что происходит? Я понятия не имею, о чем вы говорите. Ты вампир. Ты... Вампир. Вампир, как Том и я. Ага, точно. Спасибо за коктейль, но я, пожалуй, пойду. Том, покажи ему. Хо, милый фокус. Что за... Ты использовал вампирские способности автоматически, на рефлексе. Неплохо. Похоже, врожденные. Спасибо, Том. Теперь я позабочусь о гости, а ты возвращайся. Понял. До встречи. Итак. Меня зовут Эрик. Эрик Бэйн. Хорошо, Эрик. Меня зовут Роза. Надеюсь, наша маленькая демонстрация тебя убедила. Не думаю, что у меня есть выбор. Верно. Сейчас у тебя есть более важная проблема, требующая решения. Ты еще не стал полноценным вампиром, и в этом есть некоторые недостатки. Так, полноценным вампиром. Так, полноценным вампиром. Полноценным вампиром. Тут можно выбирать. Именно. Вампир никогда не создает другого вампира просто так. Мы пытаемся скрыть свое существование от людей, а каждый новичок увеличивает риск. Твой создатель поставил нас всех под угрозу, бросив тебя. Ни один вампир не рискнет навлечь на себя гнев всех остальных. Полагаю, с ним что-то случилось. А что будет, если я не выпью его крови? Лучше тебе этого не знать. Я не знаю, что точно происходит, когда кто-то становится вампиром. Но если не добыть нужной крови, мозг начинает разрушаться. Ты будешь все больше и больше похож на зверя, пока не утратишь, наконец, остатки человечности. Мы зовем этих жалких существ упырями. Поверь, лучше любой ценой избежать этой участи. А у меня есть выбор? Теоретически, кровь твоего создателя можно заменить кровью древнего и старого вампира. Я говорю о вампирах, которые пребывают в таком состоянии уже десятилетия. Таких в убежище нет, но я кое-кого знаю. Его зовут Джон Блуминг. Он директор музея Хартинга в центре города. Блуминг не образец дружелюбия и не отдаст тебе свою кровь добровольно. Похоже, особого выбора у меня нет. Так оно и есть. Но прежде чем уйти, поговори с Томом. Он может дать тебе пару советов. Ну вообще, разболтались как. Я даже соскучился уже. Мне бы не показалось. Нет. Я думал, там написано Science Row. А то там Сан, что-то такое-то другое. Прыгать не могу. Шалко. Ты вампир, ты всё можешь. Так, и никто это не знает, что мы вампир. Так, куда нам? У нас три метки. А куда нам? Пойдём к бару. Оно быстрее. И чё тут хочешь? И говорить. Привет, ты Эрик, верно? Том рассказывал о тебе. Я Эйприл. Эйприл Крюгер. Если я могу тебе чем-нибудь помочь, только скажи, хорошо? Расскажи мне о вампирах. Я бы хотела тебе помочь, Эрик. Но, честно говоря, я сама обратилась совсем недавно. Что ты хотел бы узнать? Вампирские умения, давай. Что ты хочешь в способностях вампиров? Честно говоря, почти ничего. Вампиром меня сделала моя сестра, поэтому я умею быстро двигаться. Очень помогает смешивать коктейли. Но до Розы и Тома нам далеко. Говорят, существуют очень сильные вампиры, способные кидаться машинами и запрыгивать на небоскрёбы. Но я таких не встречала, и слава богу. Ладно, смените ему. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Как хочешь, Эрик. Ладно, прощай. Еще увидимся. До встречи, Эрик. Так, следующий путь у нас. Поговорим. Что, можно? Извини, я занята. Что? Ну, извини, я занята. Что? Так, с тобой еще базарить придется, да? Эй, все в порядке? Так, обучение. Роза сказала, ты можешь меня кое-чему научить. Ну, не то, чтобы научить. Но у меня есть одна идея, как ты можешь развить свои новые рефлексы. Перед клубом околачивается несколько кидал. Ты мог бы разобраться с ними? Давайте это сделаем в следующей серии. А тут пока походим, порасспрашиваем. Не проблема, как хочешь. Так. Это куда ведет, я так и не понял. Что-то я вообще не понимаю. Ладно. Сходим сюда, посмотрим. А, вот, это ты. Ты диджейка, да? Ну, давай, включи мне там музон нормально. Она тоже, походу, вампир. Ты не занята? Музей давай. Извини, но не сейчас я занята. Да иди ты. Сейчас я просто тебе музыку выключу, будешь знать. Ты что хочешь? А, танцевать, ну давай. Ну, это и все, это весь танец. Это все, что мы умеем. Или они что-то еще покажут. Ну, ладно, не хочешь показывать, как хочешь. Так, ладно, если она занята, все-таки мы порасспрашиваем вот эту вот телочку. Привет, Эрик. Чем могу помочь? Давай, музейному. Расскажи мне о музее. Кажется, там сейчас выставка по средневековью. Несколько лет там не была. Слышала только, что директор музея тоже из наших. Ну, о нем лучше спросить у Тома или Розы. Так, а заказать выпивку мы? Найдите выпить. Конечно, вот то, что тебе нужно. Это что, нам Жизки что-ли прибавил? Просто у меня слева, сверху что-то появилось. Поход Жизки, так. Мы пойдемте к Тому. И расспрашиваем его. О музее. Эй, все в порядке? Нет, я хочу тебя спросить в музее. Можешь рассказать мне что-нибудь о музее? А, Роза тебе рассказала? Конечно, что ты хочешь узнать? Так, музей, музей. Что мне следует знать о музее? Слушай, я небольшой поклонник музеев. А я-то, блин. Какой-то богатый сноп приволок все это барахло из Европы. Теперь это типа замок или что-то в этом роде. Охранники довольно бестолковые, ребята. Знаешь, такие толстячки-отставнички. Вооружены только пистолетами. И, наверное, с 20 шагов слона не попадут. Пристройка, что-то вроде старой сторожевой башни. Там у них офис службы безопасности. Хорошо, спасибо. Да, и еще один момент. Что? Говорят, Блуминг оцифровал кое-какие книжки по вампиризму и держит их в музее. Мне бы очень хотелось на них взглянуть. Может быть, ты отыщешь их и принесешь сюда? Если ты все равно идешь в музей, было бы круто, если бы ты кое-что притащил и для меня. Вампиризм, что ли? Если получится. Да, если получится, мы только начинали на им в импир, и как мы это там все красть будем? Скажем мне о Блуминге. Блуминг? Сумасшедший сукин цен. У этого парня крыша поехала окончательно и бесповоротно. Я встречался с ним где-то год назад, потому что подумывал о работе на него. Но он полный псих. За последние несколько месяцев стало только хуже. Последний, кто ходил повидаться с ним, так и не вернулся. Мы думаем, Блуминг убил его. Звучит весело. Ага, если ты любитель психопатов. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Конечно, приятель, о чем хочешь. Так, ну, прощай. Давай пока. Ладно, мне очень понравилась эта игрушка. Да, пока забавно. Но я еще не дрался. Это будет следующая серия. Хорошо одет, очень прикольно. Выглядит. Один так в кулак вжал. Ладно. Будем рассматривать это в следующей серии. Как драка. Вот мне вот эта вот понравилась. Что это такое? Позволяет вам быстро и тихо. Ладно, мы это все рассмотрим в следующей серии. Я просто хотел карту как-то открыть. Она тут... О! Ух ты! От первого лица. Так, это у нас Е. Круто. Англинская Т, русская М. Я слежу за тобой. Так, что тут еще есть у нас гениального? Ну, пока нет. Потому что мы ничего не умеем. Ладно, всем пока. С вами был Филипп. И мы рассматривали игрушку Дарк. Про вампиров. Про четырех вампиров. Да, раз, два, три. Пять. Пять вампиров. Двое из них начинальные. Вот этот уже гениальный. И там еще одна Рост гениальная. Ладно, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. И я сразу же сейчас продолжу играть в этот Дарк. Это очень прикольная игрушка. Всем пока.